Жестокая любовь Саббатер, я пришла предупредить тебя. Я хочу, чтобы ты держался подальше от моего сына, иначе пожалеешь. Спустись с небес на землю, Лусия. Я уступаю тебе, Адриана. Не забывай. Плохой в этой истории я. Посмотрим, кто выиграет эту войну, Саббатер. Я ушла из правления компании, но от меня многое зависит. Да, это удобно, конечно. Некоторым проще сбежать, чем умереть за свое дело. Нет, я это сделала не из страха, а вот для тебя уже точно все кончено. Еще не сказано последнего слова. Саббатер, ты не замечаешь, что умираешь? Ты болен, одной ногой стоишь в могиле. Кого ты думаешь поставить во главе компании? Монику? Она так глупа, что если не мы, то она сама приведет твою фирму к банкротству. Все, довольно. Уходи. Убирайся. Саббатер, подумай хорошенько. Последние дни своей жизни ты проводишь в одиночестве. Грустный финал для такого человека, как ты. Я знаю, это трудно понять, но я себя плохо чувствую, и у меня нет сил слушать, как меня ругают. Ты не идешь на попятную, даже когда тебя подстрелили. А как бы вы себя чувствовали на моем месте? Я хотя бы сожалел о том, что сделал, Адриан. Я ничего не сделал. Вместо того, чтобы защищать Луису, почему вы не встанете на мою сторону? Вы поддерживаете эту дуру, которая должна сгнить в тюрьме. Адриан, она только защищалась. Ты не должен был приставать к ней. Бабушка, со всем моим к тебе уважением, не говори того, чего не знаешь. Ты не знаешь эту дырянь, не знаешь, чем она занимается. Ты прав, дорогой, я ее не знаю, но я знаю тебя. Эулалио, вот ты мужчина, ты же знаешь, о чем я. Ты имел дело с проститутками, почему бы тебе не объяснить все моей бабушке? Ты не имеешь права в это вмешиваться. Андреа, ваша мать показывает вам дурной пример. Я не хочу, чтобы у вас с ней были общие дела. Что значит дурной пример? Роберто, не говори того, о чем потом будешь сожалеть. Умоляю тебя. Если я не буду оберегать своих дочерей, тогда я точно потом пожалею. Папа, я не уйду от своей мамы, так что не продолжай. Андреа, я тебя предупреждаю. Если ты будешь и дальше меня не слушаться, я прерву всякие отношения с тобой. И с тобой, Бетти. Вот так значит, папа. Или мне слушаться тебя, или убираться. Так вот, я ухожу, потому что ты уже перешел все границы. Да, папа, если не желаешь больше ничего о нас знать, пусть будет по-твоему. Найдешь нас, когда перестанешь вести себя, как капризный ребенок. Пойдем с вещами. Девочки! Девочки! Если ты будешь так себя вести, ты их потеряешь. И не сможешь потом вернуть. Извини, не хотела говорить тебе. Мне нехорошо, правда. Все, что случилось, не прошло. Для меня даром. Хорошо, дорогая, ничего не объясняй. Я знаю, есть вещи, которые ты мне никогда не простишь. Но я хочу, чтобы ты знала. Я сама себе не прощу того, что сделал с тобой Армандо. Все, мама, не будем больше об этом. Не надо снова заводить эту старую заезженную пластинку. Пожалуйста. Дорогая, если я спрашивала тебя про Луису, то только потому, что... Да, будь спокойна. Потому что я никогда не занималась и не смогла бы заниматься тем, чем занимается Луиса. Ну, конечно же, нет, дорогая. Но, мама... Я хочу, чтобы ты понимала. Для меня проблематично иметь с кем-либо интимные отношения. Потому что мне это противно. Теперь ты понимаешь, почему я настаиваю на визите к психологу. К нему не так-то просто попасть, но я уже договорилась о сеансе на завтра. Если ты хочешь, чтобы я туда пошла ради очищения твоей совести, то я пойду. Тебе нужно привыкнуть к тому, что эта свадьба неизбежна. Луисия не выйдет замуж за резиновые ноги. Ты поняла? И как тебе это удастся? Есть у меня кое-какие идеи. К тому же... ты мне поможешь. Я? Тебе помогу? Нет, я не хочу вмешиваться в эти дела. Если тебе больше нечем заняться, кроме как терять время из-за нездоровой страсти к Луисии, то это ни к чему не приведет. Пойми это. Мама, ненависть, которую я чувствую, это единственное, что заставляет меня выживать здесь. Ненавидеть надо тех, кто того стоит, но не ее. Я настаиваю. Не теряй времени. Лучше направь свои усилия на что-нибудь, что тебе действительно пригодится. Да. На месте, например. Адриан, ты сделаешь то, что я сказала, и точка. Ее должны запереть до конца ее дней. Она должна сгнить в тюрьме. Почему? Это была твоя вина, признай это. К тому же она защищалась. Ты что думаешь, я спятил? Я не стану говорить этого, мама. Нет, ты скажешь, потому что это правда. Интересно, как ты собираешься платить за свое лечение? Думаю, дедушка меня поддержит. Адриан, ради бога. Мне очень не хотелось тебя расстраивать, но твой дед и слышать о тебе не желает. Я только что с ним разговаривала. Он сам мне это сказал. Я тебе не верю. Веришь ты или нет, но Саббатер полностью в тебе разочаровался. Так что прими к сведению, я единственный человек, на которую ты можешь полагаться. И если ты не сделаешь того, что я прошу, у тебя будут проблемы, Адриан. Пойми это. Так не может больше продолжаться, чтобы этот тип постоянно тебя оскорблял. Я ему просто морду набью. Не стоит. Не стоит, дорогой. Нет, стоит. Он должен уяснить это, по-хорошему или по-плохому. Успокойся, пожалуйста. Знаешь что? Я не понимаю, почему он вмешивается в мою жизнь. Это все равно, что если бы я стала выговаривать ему насчет того, что он собирается жениться на Марте. Интересно, и что бы ты ему сказала? Тот, кто ищет оправдание, может придумать что угодно. Например, что она пристала к нему как репей. Или что она разжалобила его тем, как тяжело ей жилось долгие годы. Кто хочет прибрать что-нибудь к рукам, у того в оправданиях нет нехватки. Привет. Что это за чемоданы? Мама? Отец на нас накричал из-за пустяков, так что Бетти будет теперь жить с нами. Лусия думает, что Саботер забудет о Бодриане. Если честно, я сомневаюсь. Мне кажется, этому мальчику требуется лечение у психиатра. Или хорошая порка. Ваше намерение все еще в силе, Диего? Да, все как прежде. Я подписал контракт с испанской командой, и через две недели мы уезжаем. Никогда не думала, что буду счастлива от того, что Лусия уезжает. В тот день, когда вы сядете на самолет, я наконец-то вздохну с облегчением. Я тоже, Мерседес. Мы переживаем трудные времена, мама. Но я не хочу, чтобы ты опять впала в депрессию. Этого не будет, сынок. Я тебе обещаю. Трудно поверить в то, что мы его больше не увидим. Правда? Чава, надо закончить собирать чемоданы, потому что через два часа нам надо быть на станции. Почему бы тебе не поговорить с Нелли, чтобы узнать, что случилось с Луисой? Чава, какая разница, посадит ее или выпустит на свободу? Это тебя не должно волновать. Важнее, чтобы ты перестал думать об этой девчонке. Умоляю тебя. Знаю, мама. Но я не могу не волноваться за нее. Вот кто за тебя начнет волноваться, так это я, если ты не выбросишь ее из головы. Вся эта история с Адрианом меня здорово напрягает. Боюсь, как бы она из-за него не осталась, Мерседес. Нет, нет, мы ей этого не позволим. Послушай, я знаю, Адриан ее сын. Возможно, это сильно сказано, но если после всего того, что Адриан ей сделал, она все равно выберет его, а не меня, то Костюш лучше забудет о том, что я существую. Если честно, я не думала, что вы захотите мне помочь, но в любом случае, я вам очень благодарна. Я поступила правильно. Мы надеемся, что ты тоже поступишь правильно. Если хочешь, я подыщу тебе место в моей фирме. Думаю, это хорошая возможность, чтобы изменить свою жизнь. Подумай над этим. А я хочу, чтобы ты жила с нами. Нелли, я не хочу оставаться в этом городе. Я хочу как можно скорее уехать. Убежать от проблемы это не выход. Меня это не волнует. Я знаю, везде мне будет лучше, чем здесь. Луиса. Несмотря на то, что Адриан мерзавец, мне страшно подумать, что он может остаться инвалидом на всю жизнь. Я никому не желаю зла, но думаю, он сам виноват в том, что с ним происходит. Мне его совершенно не жаль. А вот кого действительно жаль, так это сеньора Лусио. Даже не представляю, как бы я повела себя на ее месте. За последние годы с Лусио и так произошло много всего. Только этого ей не хватало. Да. Про нее можно целую книгу написать. Тебя не интересует эта тема? Интересует, но Лусио отказалась со мной побеседовать. Я не стану тебя просить, чтобы ты ее переубедила. А то потом люди будут говорить, что я с твоей матерью связался из корыстных целей. А это не так. Твоя мама сводит меня с ума. Что ж, располагайся. Правда, это не очень просторное место, но думаю, что ты и твой отец здесь хорошо устроитесь. Да для меня это целый дворец. Ты бы видел комнату, в которой я жил у Донь Ямайте. Донь Ямайте это та сеньора, которую мы с Диего видели тогда. Да, она. Она словно солнце для меня. Я никогда не смогу отплатить ей за все, что она сделала для меня. Если бы не она, кто знает, где бы я сейчас был. Меня не радует то, что с тобой произошло, но я вряд ли буду о тебе заботиться. Вот погоди. Я поправлюсь, и увидишь, что будет с Лейра. Вот увидишь. Знаешь что? Вы можете убить друг друга, а я хочу выйти отсюда. Как дела у моих больных? Я очень за вас волновался. Вам что-нибудь надо? Я чем-нибудь могу помочь? Как тебя сюда пустили? Мой маленький Хуан, ты же знаешь, что у людей могут быть свои способы влияния, хотя тебе и не верится. Что ты собираешься делать? То, что должен был сделать давным-давно, убить этого неудачника. Знаешь, помимо того, что он отец резиновых ножек, он мне никогда не нравился. Что ж, по крайней мере, эту девушку освободили? Да, но жаль, что она так разменивает свою жизнь. Она еще в состоянии все изменить, если захочет, конечно. Дорогая, я оставляю все свои дела на попечении Хулио. Ты бы тоже могла подыскать какого-нибудь человека? Диего, я не могу за тебя выйти и не могу сейчас уехать в Испанию. Для меня это невозможно. Не надо так говорить, Лусье. Диего, я уже сказала тебе, для меня это самый важный момент. Я хочу сблизиться с Адрианом. Хочу, чтобы он не чувствовал себя покинутым всеми. Я не хочу его снова бросать, пойми меня, любимый. Скажите, Фанни, что ее тактика не сработает. Если она хочет вернуться домой, хорошо. Если нет, еще лучше. Прости, о чем ты говоришь, Моника? Не делай вид, что ничего не знаешь. Мне известно, что ты ее лучшая подруга. Фанни ушла из дома? Да. И я думаю, что она скоро обратится к тебе, потому что ты просто обожаешь защищать бедных служанок. Нет, нам ничего не было известно. Моя мать сказала, что ты решил отмахнуться от меня, но, если честно, я в это не верю. Я предупреждал тебя, Адриан, что тебе следует держать себя в рамках и посмотри, что ты сделал. Что я сделал? Дед, в меня стреляли. Я всего лишь пытался защититься. Почему? Почему ты связался с ней? Почему? Я только хотел немного развлечься. И это развлечение привело к несчастью. Посмотри, что с тобой стало. Я поправлюсь, дед. Да, если только не станешь инвалидом. Со мной этого случиться не может. я поправлюсь. Обязательно поправлюсь. А инвалидка останется та мерзавка, которая в меня стреляла. Мерзкая тварь. Кузен, с каждым днем ты разочаровываешь меня все больше и больше. Ты ничему не научился умуеваться? Ведь он учил тебя тому, что со служанками можно поиграть, поразвлечься, хорошо провести время. Но жениться вы с Диего ничего не смыслите в жизни. Моника, осторожнее со словами. Ты говоришь с моей женой. Я тебе этого не позволю. И как же ты мне это запретишь? Можно узнать. Послушай, Моника. Все, дорогой. Успокойся. У тебя что, совсем нет сердца? Даже знаешь, что Фанни это твоя мать? Послушай, с тобой никто не разговаривает. Ну, раз уж ты влезла, то знай. Да, я могу быть благодарна Фанни за то, что она поменяла детей. Это было лучшим из того, что могло случиться со мной в жизни. А я думаю, как раз наоборот, Моника. Если бы ты выросла вдали от Саботера, то все было бы иначе. Фанни думала, что поступает правильно. Она хотела, чтобы у вас с сестрой было все лучше. Да, ты и твоя сестра получили хорошее образование. У вас были деньги. Но в остальном не хватало еще, чтобы вы отвезли нас на станцию. Флора, не волнуйся, нам это несложно, абсолютно. Ты уже немного успокоилась? Я пытаюсь держать себя в руках. Но, если честно, я чувствую себя несчастной. У меня такое впечатление, что этот траур уже никогда не пройдет. Скорбь – часть жизни. Нам ничего не остается, кроме как принимать все как есть. Чава, Лорена сказала, что Луиса уедет из города. Попробуй узнать, куда и правда ли это. Что ж, по крайней мере, ей удалось остаться на свободе. Но она уверена, что Адриан найдет способ ей отомстить. Будем надеяться, что нет, Чава. Перестань думать о ней. Какая тебе от этого польза? Никакой. Абсолютно никакой. Но сердцу не прикажешь. Не волнуйся, я не буду искать встречи с ней. Я никогда ее не волновал. И никогда не был ей нужен. Луисия, если честно, я тебя не понимаю. Диего, зачем нам сейчас жениться? Если мне все равно придется остаться с сыном, а ты должен уехать в Испанию. Поженимся позже. Что ж, мы поженимся, я уеду, а когда Адриан поправится, ты приедешь ко мне. Луисия, Мерседес сказала, что она позаботится о Адриане. Диего, я хочу быть с ним. Я хочу сама о нем позаботиться. И терпеть его оскорбления, его пренебрежения, ты что, мазохистка? Ты сумасшедший, Лейра. Говорят, мы все немного безумцы, немного врачи, немного музыканты. У меня мало от врача. От поэта что-то появляется время от времени, но от сумасшедшего вся моя жизнь. Если они догадаются, что это ты его убил, ты останешься здесь до конца дней своих. Не думаю, что ты способен свалить все на меня, мой маленький Хуан, если, конечно, не ты сам его убил. Что? Думаешь, я возьму на себя этого мертвеца, Лейра? И не мечтай. Я не мечтаю. Я просто думаю, что ты еще безумнее меня, раз оказался способным на убийство хорошего друга. Нет, сумасшедший, это ты, а не я. У тебя ничего не выйдет. Ты думаешь? Хорошо. Давай сделаем вот что. Будь спокоен, и я пожелаю тебе счастливого пути. Я убью тебя. вот так. Все подумают, что ты его убил и покончил с собой. Что ж, мой маленький Хуан, говорят, кто-то должен уйти, кто-то остался. остался. Ты слишком сильно меня прижал. Диего, давай лучше успокоимся, пожалуйста, попробуй меня понять. Единственное, чего я хочу, это чтобы мой сын выздоровел, и все. Я хочу, чтобы он видел, что я забочусь о нем, что он мне важен, понимаешь? Но я же чувствую, что ему на это плевать, и на тебя тоже плевать. Пойми и ты меня, хоть раз в жизни, Лусия, я приговорен вечно быть вторым. Я дал тебе все, Адриан. А ты не воспользовался этой возможностью. Тебе нравится жить легкой жизнью. А так ты далеко не уедешь. Как все просто. Я дал тебе то, я дал тебе это. Ты только эти глупости можешь повторять. Но знаешь что? Все эту ерунду, что ты мне подарил, ты забрал обратно. Все это было не бесплатно. Так что не перечисляй мне то, что ты у меня забрал обратно. Не будь таким наглым. Что это я у тебя отобрал? Ты отобрал мой дом, отдалил меня от матери. Ты купил меня деньгами и подарками, которыми теперь меня же попрекаешь при первой возможности. Такова жизнь. Знаешь, все приходит и уходит. Я очень тебя любил, Адриан. А вот ты меня нет. Ты теперь будешь меня обвинять в том, что я тебя не люблю. Так вот, меня это уже достало, и ты прав, я тебя никогда не любил. Ты невыносимый старик. Я тебя презираю, дед. Почему бы тебе не убраться и не оставить меня в покое? Вон дверь, уходи. Сеньоры, пожалуйста, уведите этого несчастного старика в его палату, а еще лучше выкиньте его на помойку. Доктор, на помощь! Доктор! У меня к вам весточка от Господа Бога. Король умер. Что ты, черт побери, сделал с Мартином? Я? Ничего, я просто узнал, что его с нами больше нет, так что нам не остается ничего другого, кроме как смириться с этим. Ты все-таки добился своего, да? Каждый, кто поднимает на меня руку, недолго после этого живет, так что у вас есть два варианта. И вы должны выбрать один из них. Вы или со мной, или против меня. даю вам два дня. Два. Если честно, мы с Диего как братья с самого детства, и поэтому ты мне не понравился, когда я увидел тебя в первый раз. Я не хотел, чтобы кто-то вмешивался в нашу с ним дружбу. Да что ты, тебя никто не заменит. ты можешь думать, что я эгоист, что я плохой человек, но ты его настоящий брат. Да нет, наоборот. Мне нравится, что у Диего есть такой друг, как ты, который всегда его поддерживал. Быть одиноким тяжело. Что? У тебя разве нет друзей? Почти нет. Ладно, если хочешь, мы можем быть с тобой друзьями. Договорились. Буду рад. Я буду много-много работать. И хотел бы уже начать, потому что не могу сидеть без дела. Спокойно. Элеонора скоро откроет бутик, надо будет все это организовывать. Вот и посмотрим, не захочется ли тебе после такой работы сбежать. А дочка у нее очень красивая. Да? Она мне очень понравилась. я знаю, тебя мало волнует, как я себя чувствую. Если уж твоему отцу плевать, то тебе и подавно, Моника. Ошибаешься, Адриан. Меня очень беспокоит то, что происходит с тобой. А что касается моего отца, не надо на него злиться. У него очень скверное настроение после операции, но как только это пройдет, увидишь, все изменится. И зачем это мне? Когда он мне был больше всего нужен, он отвернулся от меня. А твой отец, он уже в курсе этого? Не знаю. Не думаю, что моя мать ему сообщила. Мне очень жаль, что тебе придется жить с ней. Ей нет до тебя дела, Адриан. К тому же, вряд ли она хочет забрать тебя с собой в Испанию. Почему это в Испанию? Как? Ты не знаешь? Она собирается уехать туда с Диего. А Диего тебя на дух не переносит. Он устроит тебе там сладкую жизнь. Так что подумай, как следует. Если ты туда поедешь, тебе придется тяжко. Лора, я скопила немного денег, и они мне очень пригодятся там, куда я собираюсь. Луис, ради бога, куда ты собралась? Не знаю. По крайней мере, это лучше, чем попасть в тюрьму. Я не понимаю. Действительно, не понимаю, почему ты не можешь пожить с нами и принять предложение Лусии. Лорена, Адриан не оставит меня в покое. Я уверена, он найдет меня, чтобы отомстить. Но у тебя была бы рядом Лусия, которая во всем бы тебя поддерживала. Лорена, прошу, не надо больше настаивать. Я всем вам очень благодарна за помощь и за терпение. Но лучше вам обо мне забыть. лишние денежки, они мне сейчас пригодятся. не делай этого, Луиса. Пожалуйста. Сейчас твоя судьба в твоих руках и ты можешь изменить свою жизнь. воспользуйся этой возможностью. Нет, Лорена, меня уже не изменить. Не беспокойся. Я сумею выжить, как это делала всегда. Слушаю. Да, это я. что? Но вы же говорили, что защитите его. Нет, я сейчас же еду туда. Кто это? Из тюрьмы. Они нашли моего отца и еще одного заключенного убитыми в больничном отделении. Их зарезали. мне очень жаль, любимый. Я еду туда. Могу довезти тебя до больницы? Нет, я с тобой. Не хватало еще, чтобы... Диего, я не оставлю тебя одного. Если хочешь, я поведу. Нет, я сам могу. Сделай одолжение, позвони Хулио и скажи, пусть он сообщит Давиду. Самая большая проблема то, что твой отец меня ненавидит. Что бы я ни делала, ему все не так. Мама, он не сможет настроить нас против тебя. Отец бывает вспыльчив, но когда он успокаивается, то сожалеет обо всем, что говорил. Не думаю, что он сможет смириться с тем, что вы со мной. Мама, это уже не твоя проблема. Большое спасибо за поддержку. Просто мы за правду. Как же так? С тобой произошло такое и никто мне ничего не сказал. Я же говорил тебе, у меня проблемы с дедом. Теперь у меня не осталось другого выхода, кроме как послать его ко всем чертям. Старый дурак. Теперь он мне вообще не верит. Мне ничего не остается, кроме как терпеться. мою мать. Что я могу поделать? Подскажи. Послушай, Адриан, это не самое важное. Главное, твои ноги. Что сказал врач? Мамочка наняла хорошего специалиста, мне сделают обследование, но я себя чувствую очень плохо, отец. Меня берет отчаяние, как только я представлю себе, что на всю жизнь, на всю жизнь я останусь инвалидом. Нет, даже не думай об этом, сынок. Мы, Лейра, несокрушимы. Мне пришлось помочь Луисе, чтобы она осталась на свободе, отец. Но она за все заплатит. Она не заслужила свободы. Клянусь, Адриан, эта проклятая Адриан еще пожалеет, что родилась на свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю, почему ты так ведешь себя с Адрианом, папа? Адриан паразит. Не знаю, зачем я ввязываюсь в проблемы из-за него. У меня есть дела и поважнее. Что? Разве ты забыл, что он твой любимый внук, и ты был в восторге от него? Адриан, мое самое неудачное вложение. В этом я уже уверен. Больше с ним возиться не стоит. Вряд ли он мне еще пригодится. Луси его так любит? Так пусть оставит его себе. Ну, хорошо, папа. Даже если он тебя больше не волнует, ты что, так легко его отдашь? Адриан не любит Луси. Вместо того, чтобы помогать ей, он превратит ее жизнь в кошмар. Удачной тебе поездки. Увидимся через несколько дней. Спасибо тебе за все, Мире. Я тебе позвоню, чтобы сообщить, как мы доехали. Передавай привет родителям. Наверное, с ними тебе будет спокойнее. Надеюсь. Позаботьтесь о ней, пожалуйста. Это ангел, а не женщина. Я знаю. Только не пересылай мне все задания по электронной почте. Не хочу перегружать свой почтовый ящик и голову. Чавита, ты же не глупее, Адриана. Что ж, будем на связи. Желаю тебе хорошо провести время, насколько это возможно, Чава. Чава. Нам пора. Спасибо за все. Ну ладно. Скоро увидимся. Не знаю, почему, но у меня такое чувство, что они больше не вернутся. начальник тюрьмы примет нас. Он обещал защитить его. Я этого так не оставлю. Не понимаю, он отсидел 8 лет и никогда у него не было проблем. За что его убили? Я знаю. И что же могло случиться? Отец уже отбыл свой срок и собирался выйти на свободу. У него отняли все мечты. Это несправедливо. Лори, пойми, ноги мои не будет в колледже. Теперь все знают, чем я занималась и будут показывать на меня пальцем. Луиса, эту проблему можно решить. Мы опровергнем все слухи. К тому же, какая тебе разница, если рядом будем мы, твои подруги? Пойми. Лорена, я буду компрометировать вас всех и через какое-то время начнут говорить, что вы занимаетесь тем же, чем и я. Почему ты так думаешь? Луиса, разве не ты говорила, что самая большая твоя мечта окончить колледж? С отличием, ты оказалась права, Лорена. Моя учеба была всего лишь предлогом, чтобы вести такую жизнь, какую я веду. Нет, Луиса. Лоры, больше не ищи меня. Не звони. Так будет лучше. Для всех. Лоры, мне будет очень тебя не хватать. Ты для меня как сестра. Не знаю, может быть, в другой раз, при других обстоятельствах мы еще встретимся и все будет хорошо. Я очень тебя люблю, Луиса. Я тебя тоже. Да, папа, я знаю. Луисия и Диего скоро уезжают в Испанию. Он сам мне все рассказал. Нет. Не думаю, что Луисия уедет, зная, в каком состоянии Адриан. Она может забрать его с собой. Тебе же будет лучше. Одной недоброжелательницы меньше. Нет. Если она будет так далеко, я не смогу раздавить ее. Но когда-то им все равно придется вернуться. Не забывай. Адриан и Диего друг друга не переносят. А я должен покончить с Луисией до того, как умру. Мое время быстро истекает. Что ты такое говоришь? Не будем притворяться. Ты знаешь, что со мной все кончено, Моника. Не понимаю, о чем ты. Правда не понимаю. Я не могу объяснить все это. Тут иногда происходят вещи, которые я не в состоянии контролировать. Это не оправдание, сеньор. Мне честно, очень жаль. Вы обещали, что я поговорю с Лейро. Да, скоро его приведут. Я хочу, чтобы вы... Вот это да. Вся семейка в сборе. Спокойно, Диего. Ты сволочь. Это был ты, да? Да. Ты не сможешь от меня избавиться, мерзавка. Ты заплатишь. Даже если ты меня убьешь, каждый раз, как ты попытаешься встать, ты будешь вспоминать обо мне. Это тебе за все, что ты мне сделал. У меня будет нормальная жизнь. Это временно. Адриан, какой же ты оптимист. Ты останешься в инвалидном кресле. Хочешь ты этого или нет. И я этому рада. Я рада, что стреляла в тебя. Я считаю, что это лучший поступок в моей жизни. А может мне послать кого-нибудь, чтобы переломать тебе ноги? И ты бы составила мне здесь компанию? К сожалению, это невозможно. Потому что совсем скоро я буду очень далеко отсюда, в отличие от тебя. А вот где будешь торчать ты, я знаю прекрасно. Ты будешь прятаться под юбкой своей мамочки и во всем зависеть от других. Посмотрим, за кем останется последнее слово. У тебя больше никогда не будет женщины, потому что ты теперь ни на что не годен. Ты придурок. Из-за мно осталось последнее слово. Так что прощай, дружок. Оба братика в сборе. Я не знаю, о чем ты говоришь. Не понимаю. Я тебе не верю, Лейра. Начальник, вы можете мне объяснить, что происходит? О чем говорит этот придурок? Не строй себе идиота, Фернандо. Это ты убил его отца. Что? Простите? Да, да. Мы его Габи? Неужели его папочку убили? Лейра, тебе это даром не пройдет, обещаю. Подонок. Ух, как некрасиво. Пустите меня. Я встретила Монику в больнице, и она сказала, что ты ушла из дома. Ты ходила навестить Саботера? Нет. Кое-что случилось с Адрианом. Пришлось положить его в больницу, и к моему несчастью, это оказалась та же самая больница. Что случилось с Адрианом? Это длинная история. Лучше ты расскажи, что они такого сделали, чтобы ты решилась уйти из дома. Как обычно. Продолжали меня игнорировать, унижать. Я устала. Я всегда оправдывала Монику, говорила себе, она так ведет себя, потому что не знает правды. Но как только она узнала, стало еще хуже. Она теперь не только не любит меня, она меня просто ненавидит. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании «Центрология».